Основателем национального музея был Николай Николаевич Пальмов, который собрал основную часть экспонатов. В 2007 году в марте музей был преобразован в национальный музей имени Николая Николаевича Пальмова из краеведческого и музея изобразительных искусств. В 2021 году наш музей отметит 100 лет. Добро пожаловать в музей! Ну, дальше мы переходим к традиционному калмыцкому жилищу. Это кибитка, которая состояла из решеток, которые называются терме. Вот эти решетки изготавливались они из мягкого, как правило, дерева, например, из сосны. Через решетки продевались вот такая сыромятная говяжья кожа. И конструкция была очень подвижная, что позволяло ее либо растянуть, подтянуть, то есть делать выше, ниже. И от шести штук они связывались на калмыцкий крепкий узел. Причем собирали его женщины. Сверху проходили жерди, которые называются унины. И все это навершие было из хорачи, круг дымоход хорачи, который служил еще, знаете, некими такими своеобразными солнечными часами, потому что кибитка располагалась так, что вход находился с юга, а с севера располагался алтарь. Поэтому хорачи, оно всегда отражение солнца падало в определенных местах. Хозяин дома, он мог управляться по хозяйству, вот, с помощью вот таких вот примитивных солнечных часов. Чем богаче был человек, его кибитка была светлая, белая. Здесь убранство у нас, вот, здесь все это сделано, как времен 19 века, по гравюре все это было воссоздано у нас. Раньше вот в каждом хатоне были мастера, такие плотники, которые занимались изготовлением кровати, изготовлением двустворчатых дверей на кибитку, да, и очень такие были талантливые ювелиры, которые занимались вот такими вещами. Вот кровать, допустим, она, как правило, сверху еще полок накрывался, и вот две подушки, которые называются дербекце и кельбекце, то есть подушка для головы и подушка для ног. Ну, она еще, знаете, эта подушка, она служила еще такой, как сумочка, которая открывалась, и можно было поместить туда вещи, да, но в кочевом образе жизни это очень немаловажно было, поэтому более чистые вещи складывали в верхнюю часть, да, более поношенные в нижнюю часть, вот кельбекце, подушка для ног. Также еще в изголовье у хозяина дома, кровати хозяина дома стояла кровать для старшей незамужней дочери, которая спала вот около своего отца всегда. Вот, знаете, вот еще монгольские юрты стоят на подпорках, да, ну, в Калмыкии тоже использовали подпорки, не всегда, конечно, но были такие монгольского типа. У нас, в принципе, монгольского типа юрта, да, вот тюркские юрты, да, которые, они отличаются от монгольской тем, что она такая воздушная, то есть купольная, да, вот это требует специальной квалификации строителя, чтобы сделать вот такую юрту, да, но она более изящная, красивая, но вот эта парусность, она в наших степях просто ее ветром снесет, вот, поэтому с подпорками, да, и с низким вот таким вот верхом, это вот характерно для степей, которых очень сильные ветры, да, для наших калмыцких, для монгольских степей, а вот в Казахстане, допустим, у них очень снежные зимы, и им удобно, чтобы вот как раз по этому куполу снег у них скатывался, вот, а на подпорках, когда вот в некоторых калмыцких семьях, очень часто на этих подпорках детям измеряли рост и делали вот такие вот насечки, да, зарубки по росту, когда ребенок подрастал, и даже у некоторых семей это сохранилось до сих пор, и можно даже в современном обществе встретить там на дверном косяке, детям делают вот это вот старинная традиция, осталось, ну, бывало, что вот на этих подпорках, которые держали харачи, еще брали детскую вещь какую-то новую, сшитую, ее ударяли об нее и говорили, ну, какие-то слова, например, приди, прибыль, там, уйди, убыль, вот, что-то вроде этого. И женщина, когда рожала, она держалась тоже за эту подпорку, как, ну, символизирует связь с домашним очагом, и вот, духовно, как бы, это ей помогало. В калмыцкой кибитке вещи были абсолютно, все предметы абсолютно нужные, все важные, ничего лишнего абсолютно не было. Вот это, например, сооружение называется икеберин, да, большой баран, говорят по-русски. Ну, оно состоит из комода, которая называется икюк, и сундук, да, в этом комоде, в сундуках хранились какие-то отрезы материи, какие-то новые вещи, ювелирные украшения, может быть, приданное собирали дочерям, да, вот такое ценное все хранилось в этом вот большом баране. Вся посуда, вся домашняя утварь, она изготавливалась либо из дерева, либо из кожи, ну, это, конечно, связано с кочевым образом жизни, потому что хрупкое, ничего с собой не повозишь, да, ничего. Вот, например, эта фляга называется бордха, она изготавливалась из верблюжьей шкуры, верблюжья шкура вымачивалась 5-6 дней в кисломолочном растворе, который называется чигян. И после этого ножом снимали сверху шерсть и по специальному лекалу вырезали такие формы, которые сшивались между собой ниткой из кишок, заполнялось все глиной и растапливали кизяком огонь, добавляли в огонь полыни, да, и все это обжигали хорошенечко, да, и получался сосуд, который минимальной емкостью был около 2 литров и больше. И он служил не просто как сосуд для жидкости, но он еще и как термос позволял очень долго удерживать температуру. То есть, если, допустим, вы наливаете холодное, то оно до полутора суток может быть холодным, да, или же горячим наоборот. Кстати, богатыри, когда в своих боях участвовали, раньше мясо, например, как его хранили, его либо сушили, либо солили, и они это мясо с сушеного накидают, заливают все кипяточком, и пока у них продолжается бой, это все вот так вот запаривается, затряхивается, и после боя у них уже была готовая похлебочка такая интересная, да. Ну вот посуда, все это чашки, пиалы, агэ называется, да, деревянные, это использовались, да, различные. Такие вот были тоже. Вот корыца, да, это тавше называется, они использовались для мяса. Тут инкруссированное у нас идет, да, вот разные. Были огромные такие тоже для мяса, для картошки уносили. Это знаменитый калмыцкий чай, калмыцкий чай, тоже специальные были сумки для чая, да, очень красиво их оформляли, но это у нас такая простая кожаная сумка идет. Вот чай был прессованная заварка, зеленый с черным, да. Вообще раньше, как готовили чай, раньше, например, после того, как сварится мясо, вынимают мясо, остается бульончик, да, шулен по-калмыцки. Этот шулен заваривали вот такой заварочкой и заправляли молоком. А молоко могло быть, например, там, двугорбой верблюдицы, очень жирное. Кто-то по вкусу добавляет лавровый лист, кто-то мускатный орех, да. И поэтому чай получался очень жирным. И когда Александр Сергеевич Пушкин кочевал по калмыцким степям, ему дали отведать калмыцкого чая, ему, конечно же, жутко не понравилось. Ну, я думаю, что и бы и нам тоже не понравилось, потому что вот в этот момент, сейчас, когда мы уже варим по-другому рецепту, да, наверное, уже нам тоже не понравилось. Но почему это нужно было в такие, в те времена? Потому что нужно было очень долго поддерживать силы, да, и нужно чувство голода, чтобы не возникало, да, там, допустим, всадники, да, вседление. И поэтому энергетически ценный такой напиток, который позволял очень долго чувство сытости поддерживать. Дальше у нас сумка для кизяка, да. Вот у каждого члена семьи калмыцкой была своя какая-то обязанность по дому. Даже маленькие дети, вот они ходили, собирали кизяк для топки, да, вот кожаные такие сумки. Ну, то есть, смотрите, еще было как безотходное производство все, что было, да, то есть это у них был скот, из этого как раз продуктов, из животноводства, они изготавливали все домашние предметы, посуду, допустим, раснаряжение для лошадей, седло, различные уздечки, да, маля. Вот здесь у нас перекидная сумка, сумка, либо, ну, она маленькая, наверное, на лошадь, да, бывали крупнее на верблюда. И вот наши такие нагаечки, да, знаменитые, называются маля. Были вот и в каждом хатоне мастера, которые изготавливали вот такие маля. Это у нас, видите, старинная маля. Это, вот, на самом деле эти нагайки служили для разных совершенно, были предназначения у каждого. И они носили все разные названия. Вот, какие-то были для погонки скота, какие-то были для того, чтобы обучить дикую лошадь, какие-то были даже для драк, например. Вот, когда наступал Сагансар, наш весенний праздник, месяц белый, тогда устраивали различные состязания, юноши, и они бились на вот таких маля. Ну, сейчас у нас борьба вот сохранилась, да, раскачки там, различные там, джигитовки, а вот такие, вот они все разные, да, по форме, по разным этим. Тоже были такие искусные мастера, которые занимались изготовлением вот таких нагаек. Даже вот воспоминания Ильи Репина, допустим, нашего известного русского художника, который свое детство провел в казачестве, вот у него есть рассказ о том, как калмык обучает дикую лошадь, и что никто не может искуснее калмыка это сделать. И различные, да, веревки, арканы, которые вот изготавливались, либо это вот из конского волоса, да, были веревки шерстяные, из шерсти изготавливались. Коврики, которые называются шердыки, они изготавливались из верблюжьей тоже, из овечьей шерсти, были рыжие, черные, серые, белые, различных, различных цветов. И еще вот служили, вот когда, например, в степи постелить такую кашму, вот войлочную, шердыки, вот эти шкуры, то если какие-то насекомые, да, врезители, там, не знаю, клещи, да, змея не приползет, отпугивает запах, который присутствует как раз вот в этих вот шерсти. Поэтому даже бывала такая примета, что нужно, чтобы у человека какое-то было что-то из верблюжьей шерсти, чтобы как талисман оберегал. Вот буддизм у нас очень распространен. На алтаре, ну, у нас здесь нету, да, семь чашек было к подношению, которые тоже в каждой, каждая чашка символизировала определенный вид подношения. Первая чашечка у нас была с водой, воду, потому что воду всегда, допустим, путник зашел, да, нужно ему помыть руки, умыться, попить воды. Потом у нас вторая чашка идет с чаем калмыцким, третья чашка у нас идет с конфет, печенье, да, какие-то сладости. Потом идет зул, сам подношение огнем, да, и подношение палочками благовония, то есть это уже обонянием, да, подношение, подношение цветы. Вот у нас в Хуруле очень много цветов, это вот все тоже радует глаз, да. Даже вот было такое, что последнее положили либо колокольчик, либо ракушку, то есть это звуком, подношение звуком. Ну, расскажу про мальчиков, да, мальчики у нас раньше подготовка военная уже начиналась с трехлетнего возраста, мальчики уже могли сидеть в седле, и вот такие даже были, когда ездили двух коней, то есть на одном коне скачет, а на другом другой отдыхает, да, в это время. Он мог, ну, сразу в процессе перескочить на другого коня. Они могли так кондиции своих скакунов контролировать, что они могли спать в седле и отдыхать, экономить время, как бы, в седле, и поэтому они были очень искусными наездниками, искусными такими воинами, проворными, да, и вот очень давно, так прям верили в перерождение, да, и не боялись идти на смерть, поэтому калмыцкие воины были самыми бесстрашными воинами во всех таких военных походах. Даже вот бытует мнение о том, что после Полтавского сражения Петр I, услышав, как калмыцкая конница с криком «Уралан», в таким воодушевляющий такой был крик, он брал клич «Виват», да, и провозгласил «Ура!», ну, как вот такой ключ, клич заводящий, очень, который просто на него психологически воздействовал очень сильно. Ну, здесь у нас такой примитивный самогонный аппарат, ну, семейный, вот, то есть очаг, да, находился посередине, тренога располагалась так, что обязательно конец был к входу, и готовилась еда вся основная в котле, да, но здесь мы видим такой аппарат, где кисломолочные вот такие жидкости, да, различные чагианы калмыцкие, кумыс, все это по специальным рецептам готовили, и вот конденсат собирался на эту трубу, и капал в другую чашку водка, которая называется «Арка», где-то она по крепости была 16-30 градусов, причем она была растительного происхождения, да, то есть калмыки изревле привыкли пить водку, вот такую животного происхождения, да, и их организм к этому был уже привычен, и когда после распада калмыцкого ханства, да, стали пить водку пшеничную, да, то очень так непредсказуемо стал алкоголь действовать, да, то есть это как раз растительного происхождения водка, которая была непривычна для калмыцкого человека, да, вот такая водка, и поэтому вот считается, что нету калмыков фермента, который расщепляет вот этот вот алкалоид, который вот растительного именно происхождения, и воздействует совершенно по-другому, поэтому, возможно, калмыкам пить водку такую нельзя, потому что вот в период, допустим, калмыцкого ханства, хан, он специально, например, свадьба, какой-то там цагансар, да, в каком-то количестве вот определенном, он говорит, вот в таком количестве варите, и варится водка. Вот такое еще было, молодые люди не пили водку, пили, когда уже у мужчины был хотя бы один внук, некоторые говорят, там, после сорокалетнего возраста, да, ну, и женщины практически тоже. Ну, вот хочу сказать то, что курили, курили еще с древних времен, может быть, это было связано там с близостью с Китаем, да, различные там травы, какие-то вот даже у нас вот сенгинедян, да, воскуриваются сенгинедян, он потому что психологически воздействует на какие-то рецепторы, да, которые очень успокаивают человека, либо как-то вот влияют. Ну, женщины жевали табак, курили, да, можно в 70-е даже годы было встретить, например, бабушку, она там, у нее кисец с табаком, там, трубка, да, гамзе по-калмыцки называется, вот, курили. Ну, к сожалению, сейчас калмыцкая порода КРС можно встретить только на выставках, да, ну, или какие-то отдельные взятые, наверное, частные лица, может быть, и занимаются. Ну, на самом деле, эта порода очень выносливая, она дает очень много мяса, да, но она не молочная, а как бы мясная такая порода, и овцы тоже были несколько пород, было привезено шелкопряды. И была собака, которая даже могла пасти овец, такая вот собака порода тоже, да. Вот смотрите, здесь у нас платье принцессы Сувсы, которая приезжала в 2009 году поздравить нас с 400-летием добровольного вхождения в состав российского государства на фотографии. Сувсар Хали? Она потомок Аюки Хана, да, нашей калмыцкой династии правящей. Она вот полковник сейчас китайской армии. И вот здесь сшит костюм по образцу, да, ну, вот у нас, видите, здесь вот костюм замужней женщины, да, вот этот отворот калмыцкий, да, но остальное вроде как немножко вот на китайский манер уже сделано. Ну, конечно же, столько лет нас разделяет. Здесь она на китайском языке оставила свое послание, и подпись вот у нее на Тудо Бичик, на Старокалмыцком, 21 сентября 2009 года. И даже время вот подписала, оставила свой костюм нам в подарок. И самое примечательное, да, здесь то, что Улан-Зала, какой здесь очень длинный, да, это отличительный знак калмыков от других монгольских народов. Это красная кисточка, калмык, носящий красную кисточку, Улан-Зала-Тахалемгуд. У нее стали носить с 1437 года. Айратский тайши был тагон, который издал указ носить красную кисточку, как символ пролитой крови в борьбе за независимость на территории, да, между братскими народами. Потому что все же на одно лицо, как бы, да, и чтобы отличать своих солдат от своих военных, да, от других, они носили красную кисточку. Впоследствии весь народ стал носить. У междуусобных войн просто на территории Монголии было очень много на тот период, потому что они достигли своего пика, рассвета, и поэтому по исторической закономерности это все равно должно было закончиться. И поэтому, хоть они были, у них была очень высокая такая моральная, нравственная такая сторона, да, они, вот, почитание к старшим, это было просто, даже если, допустим, человек не очень хороший, например, да, какой-то это, но если он просто старше, то это уже дает ему очень большое преимущество. Девочек выдавали замуж, да, тоже довольно рано, да, и бывало, что он, например, попадал в рабство к своей свекрови, можно сказать, ну, в некоторых каких-то семьях. Потому что положение младшей невестки было довольно-таки тяжелым. Она раньше всех должна была просыпаться, она должна была готовить еду, чай, носить воды, да, все. И нельзя было ей появляться босоногой и без головного убора, ну, не только ей всем невесткам нельзя было появляться босоногой и без головного убора перед старшими родственниками мужа. Не могла называть по имени своего мужа и старших родственников. Например, если какого-то старшего родственника звали каким-то именем, да, и младшего звали точно так же, то этому младшему она должна была имя немножко поменять, либо придумать что-то. И поэтому, если, например, бывало, что зовут, например, Дарджи, да, она ему говорит Ярджи, ну, букву одну поменяла, и вот такие вот были случаи. Ну, до сих пор даже у многих встречаются, когда вот это до сих пор все поддерживается, как, ну, то есть называть, да, а называли, как называли мужа, там, Манакюн, там, наш человек, хозяин дома, вот, какие-то вот различные придумывали такие вот, ну, это было неприлично называть по имени, поэтому это очень хорошо все соблюдалось. Довольно часто младший сын, когда его жена, да, очень тяжело это все переносила, она, они откачевывали из этого хатона, хатона его родителей, хатон жены, как бы такие были моменты тоже. Ну, вы знаете, как принципом большой кибитки, то есть в большой кибитке жили старики-родители, и рядом в маленьких кибитках жили сыновья со своими женами, и вот эти невестки, беляшки по-калмыцки, утром приходили и занимались хозяйством, то есть они вели общее хозяйство, если они занимаются, например, изготовлением войлока, то они собирались там по 15 женщинам в одной кибитке, все в круг, чистили, били, мыли, вот это все, вот эти работы, они проводили все это вместе. Субтитры создавал DimaTorzok